Вот что говорит министр транспорта Турции как раз по этому поводу. Транспортный коридор из Азербайджана на Хачеван может проходить по территории как Ирана, так и Армении. Меня интересует вот что. Насколько такой подход подходит к интересам России? Ну, строго говоря, Россия как грузоотправитель и грузополучатель, Россия очень заинтересована, чтобы этот маршрут как можно быстрее заработал. Какой? Через Иран? Она может работать и по, если пути пройдут по армянской территории и по иранской территории. Там фактически, так сказать, все это достаточно близко в таком едином пространстве расположено. Большой разницы для России нет и в том и в другом маршруте. А вот для Армении, конечно, разница есть. Возражать против альтернативного прохождения этого важнейшего транспортного маршрута через иранскую территорию у Еревана нет возможности спорить с этим. А что касается Ирана, он пока такого большого интереса и, по крайней мере, инициативы не проявляет, но это долго не продлится. Если вот такой тупик с переговорами будет долгим, то вполне возможно, что Иран возьмет на себя инициативу и перетащит этот путь на свою сторону границы. Армения понесет довольно серьезный ущерб и здесь есть над чем подумать. Как ускорить ход событий? А что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? ПЕСНЯ Продолжение следует... 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 этот коридор через Иран на себя. Это бы есть мотивация. Даже если появляется этот коридор, общая коммуникация, появляется возможность и условия в случае каких-либо осложнений вести свои войска для охраны этих коммуникаций. Как и в России, кстати говоря, если будет заинклюзированный коридор, в случае каких-либо осложнений она получает юридическое право обеспечить охрану этой коммуникации как отвечающей национальным интересам. Я дам, что это не так, Играет музыка. И это не то, что вы думаете. ГОВОРИТЕЛЬНОМ ПОЕССАЕЛЬНОМ ПОЕССАЕЛЬНОМ. Но процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен? Да, это не то, что практически, однозначно. Можно смело сказать, что Европейский Союз точно подтвердил, что это приостановлено сейчас до выборов. До выборов. Пата, скажите еще одно. А чем обусловлено использование украинской темы в предвиборной кампании? Это, конечно, очень печальный случай. Если сейчас ходить по улицам Грузии, городов Грузии, увидеть, что есть баннеры, где показаны с одной стороны разрушенные города Украины, а с другой стороны цветущие города Грузии. Это даже немножко аморальностью пахнет. Потому что получается, как будто Грузия выбрала мир, а Украина выбирает войну. А Украина не выбирала войну. Это не было в Украине. Россия, по нашему мнению, по моему мнению, большинству мнений Грузии, Россия реализовала ничем не обоснованную агрессию против Украины, и Украина не провоцировала никак Россию. Просто грузинская мечта хочет предвиборами показать, что это разные кейсы, разные дела Грузии и Украины. А на самом деле это одно и то же. Я считаю, и мои друзья, и многие в Грузии считают, что Россия сперва реализовала свою агрессию против Грузии в 2008 году. А сейчас это продолжение в Украине. Это не то, что Грузия цветущая, а Украина разрушенная. А то, что сейчас происходит в Украине в более ужасной масштабной форме, в Грузии произошло в 2008 году в течение 5 дней. Кроме против этих разрушенных домов в Украине, если честно говорится, честный правитель захотел бы использовать эти фотографии украинские, то должны были бы повесить разрушенные дома города Горы. Горы недалеко от как раз Схинваловского региона. И там ужасные кадры существуют до сих пор, как гибнут люди, как страдают, как горят дома. Вот надо показаться лицо России, как Грузии, так и Украине. Но нет, Грузия дистанцируется от Украины и говорит, что то, что происходит в Украине, это дело Украины, то, что произошло в Грузии, это дело Грузии. И между ними нет никакой общности, потому что в России свои проблемы были в Саакашвили в 2008 году, и украинские проблемы с Зеленский. Украина. 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 Конечно, нет. Потому что, как говорится, не в деньгах счастья. У нас очень большие потери техники, военной техники, очень большие потери. Около 100 единиц было потеряно бронетанковых средств, то есть танков, в 2020 году. И Союзная Армянская республики, Арцахская республика сдала вооружение тоже около 120 танков. Во всяком случае так заявил бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Сангел Бабаян. 120 танков, около 100-120 танков, 150 единиц артиллерии среднего и крупного калибра. Естественно, в 2020 году тоже были потери артиллерии. Системы ПВО. Чтобы все это восстановить, это миллиарды и миллиарды. Продолжение следует...